Современным исследователям невозможно точно определить время, когда человек или его предок заинтересовался медоносной пчелой, вернее, одним из основных продуктов ее жизнедеятельности – медом. Наиболее ранние археологические данные, говорящие об этом, относятся к эпохе Каменного века. Сохранились отдельные наскальные рисунки, на которых изображены сцены охоты за медом. В возникновении развития древнейших цивилизаций в Азии, Африке и Европе самым непосредственным образом сказалось на отношении человека к пчеле. Видимо, тогда появляются и совершенствуются все формы и виды культурного пчеловодства, возникшего в конечном итоге и за охоты за медом, которое продолжает существовать в том или ином виде вплоть до наших дней. О высоком уровне пчеловодных знаний и практике в Вавилонии, Древнем Египте, Древней Индии, Китае и других странах свидетельствуют многочисленные письменные памятники и устные эпические сказания. Мед здесь уподобляется напитку богов, а элементы мироздания нередко аллегорически связываются с частями пчелиного гнезда. Даже бог любви в индийской мифологии вооружен луком, тетива которого состоит из пчел. В Древнем мире уже хорошо было известно кочевое пчеловодство. Наиболее оригинально оно практиковалось в Египте, где ульи с пчелами перевозили по Нилу на плотах. В Древней Греции считали, что с пчеловодством людей познакомил Арестий, царь Аркадий, сын Аполлона. Греки имели большие познания в пчеловодстве. Ряд греческих законодательных актов был специально посвящен пчеловодству. Например, в одном из них говорилось, что новые пасеки нельзя размещать на расстоянии менее 275 метров от ранее установленных. Многие выдающиеся древнегреческие ученые с интересом наблюдали за жизнью пчел, изучали ее, писали обо всем увиденном. Эти ученые сделали немало открытий, способствовавших дальнейшему прогрессу культурного пчеловодства. Очень интересны наблюдения ксенофонта и особенно Аристотеля, оставившего нам ряд своих трудов по этим вопросам. Аристотель подробно описывает жизнь пчелы от момента, когда в ячейку откладывается яйцо, и до деятельности взрослой особи. Именно Аристотель впервые подверг критике распространенную тогда теорию зарождения пчел от рогатого скота, о которой нам известно из высказываний Демокрита и других ученых. Аристотелю были хорошо известны некоторые механизмы деятельности пчел. Отдельные их болезни – враги. Он знал, например, что мед пчелы переносит в медовом зобике, а пыльцу – на ножках. Отмечал, что в течение одного вылета пчелы посещают цветки одного вида растений и другое сделанное Аристотелем в области теоретического пчеловодства. В течение почти полутора тысяч лет оставалось главным, чего достигли в этой области в Европе. Вслед за греками древние римляне оставили нам немало письменных памятников, в которых значительное место отведено описанию жизни пчел и пчеловодства. Среди них немало и чисто художественных, например поэтические произведения Вергилия, который был не только знаменитым поэтом, но и пчеловодом. Очень подробно о пчелах и пчеловодстве пишет римский ученый Ворон, который называет несколько типов ульев, изготовляемых из различных материалов – лозы, древесины, коры, дуплистых стволов, глины и тростника. В первое тысячелетие новой эры в Европе были широко распространены как охота за медом, так и бортевое и пасечное пчеловодство. В различных частях континента вырабатывались свои особые приемы и методы пчеловождения, складывались собственные типы ульев, свойственные для того или иного, порой очень обширного, региона. Именно в эту пору в Европе выделяется по своим особенностям пчеловодства несколько зон. Наиболее обширная из них – южноевропейская, к югу от Альп, восточноевропейская, к востоку от реки Эльбы, самая обширная, и западноевропейская, к западу от реки Эльбы. В восточноевропейской зоне примитивная охота за медом постепенно вытесняется бортевым пчеловодством. В южно- и западноевропейской зонах господствует пасечное пчеловодство. Именно в этих двух последних зонах к 16-17 векам появляется наибольшее количество практических новшеств, касающихся пасечного и ульевого пчеловодства. Печатаются первые специальные книги. В восточноевропейской зоне к этому времени, то есть к 16-17 векам, бортьевое пчеловодство начинает постепенно вытесняться пасечным, ульевым и колодным. Особенно ощутимо это становится в западной части зоны, где уже в 16-м веке даже выходят в свет специальные пособия по ведению пасечного хозяйства. В 1614 году в польском городе замостив типографии местной академии издается «Наука о пасеках», записанная со слов Конского. Эта книга – первый специальный трактат о пчеловодстве у восточных славян. Наша страна славилась своим медом, воском и пчеловодством. Нигде в мире не было такого обилия пчел. До 17 века включительно на территории нашей страны господствующим было бортьевое пчеловодство, которое затем резко сходит на убыль. К 17 веку в некоторых районах юго-запада России и в Украине, отчасти в Белоруссии и Литве имелись и значительные пасеки, насчитывающие порой несколько сот ульев и колод. Бортевое пчеловодство – бортный промысел известен был на Востоке Европы еще в очень древние времена. На протяжении нескольких столетий у восточных и западных славян, а также литовцев, чуваший, мордвы, башкир и многих других складывались определенные, в чем-то весьма сходные культурные традиции бортьевого пчеловодства, что в той или иной мере нашло отражение в языке, приемах и методах ведения самого хозяйства, сложении своеобразной, уникальной, во многом единой культуры бортного промысла. Собственно бортью называлось естественное, а немного позднее искусственное дупло в живом дереве, заселенное пчелами. В удачный год с одного такого дупла бортник, то есть пчеловод, в ведении которого находились борти, получал примерно около трех пудов меда. Работа бортника требовала больших практических познаний, ловкости и физической силы. Первоначально все искусство бортника сводилось к обеспечению необходимых мер по охране и уходу за дуплом с дикими пчелами, позднее они научились сажать рой в естественные дуплы и, наконец, в искусственные. Борть выдолбливалась за долго до роения пчел, чаще в сосне, дубе, липе или осине, на который бортник взбирался с помощью специального приспособления, называемого условенчащей лизивом. На изготовление искусственной борти уходило в среднем от одной до двух недель, на день два и более задерживала бортника работа по обновлению чистки старых дупел. Бортники прекрасно ориентировались в лесу, нередко метили свои борти специальными значками, называемыми бортиевыми знаменами, бывшими в употреблении у некоторых народов до самого последнего времени. В виде ни одного бортика было до нескольких десятков бортивых деревьев, которые устраивались не далее километра друг от друга. Иногда в одном дереве имелось до трех и более бортий. Такие деревья особенно ценились, являлись предметом особой гордости бортика. Бортные угодья, располагавшиеся в диаметре от нескольких до двух десятков километров, включало 60 бортий. Происхождение слова борть не до конца выяснено. По одной версии, наиболее распространенной, слово борть происходит от бор, сосновый лес, по другой, на наш взгляд, более обоснованной, от глагола бортить, то есть выдолбливать в дереве углубления. Самым ранним древнерусским документом, в котором речь шла о продуктах пчеловодства, был договор 911 года киевского князя Олега с византийским императором. По этому договору предусматривались значительные поставки в Византию меда и воска. Постепенно в древнерусском государстве выработался кодекс бортного права, отраженный уже в русской правде в XI веке, которое предусматривает взимать за вред, нанесенный княжеской борте – 3 гривны, а борте смерда – 2 гривны. В это время, по-видимому, закладываются рациональные основы древнерусского бортного хозяйства, достигшего своего расцвета в XVI веке. Постепенно выделяются основные районы бортного промысла на территории современной России, Украины, Белоруссии, Литвы. Интересно, что немало бортных лесов было и вблизи самой Москвы. Примером может служить большой некогда бортный лес на востоке от Москвы. Часть его – современный Измайлова с парком. Этот бортный лес входил в состав Васильцева стана. Первые упоминания о нем относятся примерно к 1339 году и именно тогда великий князь Иван Клета велел записать в своей духовной грамоте, а оброком медовом городским Васильцева ведание поделится сыновьи мои. По документам можно проследить судьбу этого бортного леса вплоть до XVI века, когда здесь возникли целые деревни деловые бортные Васильцева ста, то есть бортничество в этих местах получило свое наивысшее развитие. В дальнейшем в связи с вырубкой леса бортьевое пчеловодство утратило здесь главенствующее положение и пришло в упадок. Очень интересные свидетельства иностранцев, посетивших восточнославянские земли в XVI-XVII веках. Почти все они отмечают мед и воск в числе главных богатств этих мест, называют хозяев искусными пчеловодами, приводят в своих записках рецепты русских напитков из меда. Примерно в это время на Московской Руси начинает складываться культ Зосимы и Савватия Соловецких, умерли в XV веке, как покровители пчеловодства. Такое почитание Зосимы и Савватия, скорее всего никогда не бывших связанными с пчеловодством, объясняется, видимо, тем, что здесь мы имеем дело с календарным совпадением празднования памяти этих святых с началом и концом пчеловодного сезона. В Великом Княжестве Литовском Бортники объединялись в особые профессиональные корпорации, цехи, имевшие даже собственные знамена. Впрочем, и в Московском государстве Бортники составляли какую-то особую часть населения, которая специально выделяется в ряде русских законодательных актов и вообще в различного рода исторических источниках. Впрочем, такая спецификация касалась не только самих бортников и их поселений, но и целых бегеоценозов, регионов, где бортничество было преимущественным или же исключительным в ряду различных промыслов и хозяйств. В этих документах встречаются следующие определения. Кстати, существующие до сих пор деревни с подобным названием, Бортники, Бортищи и другие, в большом числе случаев ведут свою родословную от тех далеких бортных времен, когда вокруг них шумели густые леса, скрывавшие в своих чащах бортные деревья. Как свидетельствуют исследования историков и экономистов, в товарообороте России в 16 веке продукты бортничества решительно преобладают над многими другими продуктами. Так, среди продуктов питания, закупавшихся монастырями в Москве и Вологде, на главных рынках России, по количеству и объему торговых оборотов мед занимал вслед за хлебом второе место. Воск продавался в значительно более скромных количествах и стоил очень дорого. Любопытно, что цены на мед и воск могли значительно околебаться. В том же 16-м столетии в России цена на мед возросла в среднем в 2,5 раза, а на воск – почти в 2 раза. Как свидетельствуют хозяйственные документы, а не записки иностранцев, в 16 веке мед и воск вывозились из России за границу уже в очень малых количествах, являясь в это время почти исключительно предметом внутренней торговли. Лингвистические данные, а также фольклор дают возможность представить и воссоздать объем знаний по пчеловодству наших средневековых предков. Им в общих чертах были известны биология пчелиной семьи и ее особенности. Большая часть современной пчеловодной лексики мало чем отличается от обозначения тех времен – матка, труд, трудень, рой, вощина, соты и т.д. Особенно был разработан отдел специальных, прикладных, чисто бортнических терминов, значение ряда из них не вполне выяснено до сих пор. Исторические источники донесли до нас имена выдающихся бортников, искусство которых ценилось на Руси весьма высоко. Например, в жалованной грамоте звенигородского князя Юрия Дмитриевича, выданной им в 1404 году Саввино-Сторожевскому монастырю, сообщается о мастере-бортнике Тлецине, который борт и монастырские делают. Имеющиеся материалы дают основания предполагать, что в средневековье бортничество на территории нашей страны – современной Белоруссии, Литвы, Украины и России, а также на землях соседних народов – выделилось в отдельную, весьма специфичную отрасль хозяйства. В течение столетий эта своеобразная индустрия бортного промысла и продуктов его переработки успешно развивалась. Об этом свидетельствуют, например, сами названия специальностей, связанных с бортничеством и переработкой меда и воска, а также градация поселений и регионов бортничества – бортники, бортные деревни, села, вочины, станы, медовары, сытники, подвозники медовые и т.д. Юридическая и хозяйственная практика Московской Руси и Великого княжества Литовского знает следующие виды повинностей – оброк медовый, платеж медовый, привлечение княжескими бортниками крестьян к бортным делам, кормы и подводы, предоставляемые бортникам крестьянами, и другие. К 17 веку в большинстве районов России, Литвы, Белоруссии, Украины, Польши, где ранее было особенно развито бортничество, экологические условия в связи с интенсивной рубкой лесов заметно изменились. Это повлекло за собой почти повсеместное сокращение бортного промысла. Лишь в отдельных местах Белоруссии, Литвы, Польши, на севере Украины, в Поволжье и предурале он все еще продолжает сохранять свое значение. Кое-где бортники встречаются вплоть до самого последнего времени так же, как и бортя в Башкирии, Белоруссии, Литве, Украинском Полесье, в Восточной Польше. Особенно наглядна картина упадка бортного промысла в 17 веке рисует различные законодательные акты, а также делопроизводные документы. Так, в наказе 1685 год говорится, Мордовские, Чремийские, Чувашские, Ватянские и Бортничьи земли и угодья, которые по сыску историю запустили. Постепенно и в этих исконебортных местностях утверждается пасечное, колодное и ульевое пчеловодство. Примером служили крупные феодальные царские вочины, такие, как измайловское хозяйство царя Алексея Михайловича, имевшее одну из лучших пасек в России в 17 веке, а также отдельные крупные царские пасеки, такие, как в селе Никольском, на которой работало до пяти пчеловодов. Для того времени это были передовые хозяйства, в которых реализовывались последние достижения пчеловодных знаний своего времени. Образцы ульев с этих пасек сохранились до сих пор. Они экспонируются в музее пчеловодства. Они пчеловодства и дают нам возможность наглядно представить характер и уровень пчеловодной практики русского средневековья. Мысленно обратиться к тому богатству истории пчеловодной культуры, которая накоплена человечеством за сотни, тысячи и десятки тысяч лет.